С самого утра умельцы-ремесленники заняли всю улицу Гоголя своими творческими работами. Здесь каждый найдет что-то по душе, ведь мастерам своего дела всегда было и есть что показать. Плесеные корзины, глиняная посуда, кухонные доски из дерева, льняные куклы и многое другое. Ярмарка ремесленников порадовала своим разнообразием и в нынешнем году. Здесь можно было встретить мастеров разного дела. Гончары, кузнецы, ткачи. Татьяна Фиськова приехала на ярмарку из Могилева, чтобы показать брещанам и тем, кто посетил город в праздник, свои изделия. Корзины разного размера, цвета и формы. В 30 лет Татьяна занимается таким ремеслом и уже многим успела передать секреты этого непростого дела. Уже много обучил даже не только молодых таких желающих, но уже и взрослых. И люди плетут, и говорят спасибо. Я думаю, что это мастерство у нас идет уже с проку веку давным-давно. Ну, и даже президент говорит, нечем заняться, плетите корзины. Так что вот этим ремеслом мы и занимаемся. От разнообразия изделий к разнообразию праздничных мероприятий. Ведь их важный для города день было запланировано немало. Знакомый многим читающий бульвар в этом году поменял не только локацию, но и тематику. В центре обсуждения в литературной гостиной под открытым небом стало освобождение города Бреста и победа в Великой Отечественной войне. У нас очень интересные авторы сегодня будут работать. Это два автора из Минска. Это Павел Гушенец и Дмитрий Юртаев. Это молодые авторы, но которые не обходят в своем творчестве тему Великой Отечественной войны и памяти о ней. И подают они по-своему. Они молодые, они по-другому видят события тех ушедших дней. И это особенно интересно. И как завершающий гость наш, это Георгий Томашевич, многие его знают. Это наш журналист известный, это наш любимый из авторов из Союза писателей Беларуси. Он также будет у нас здесь выступать. И как завершающий итог мы можем, мы даем всем возможность выступить, прочитать свои любимые стихотворения о войне. Погрузиться в атмосферу военного времени помогала не только выставка книг, но и необычная фотозона, где была возможность примерить плащ-палатку и покрутить ручку полевого телефона. Кроме того, в парке культуры и отдыха специальную выставку подготовили Брестский областной краеведческий музей и музей истории города. Возможность познакомиться поближе с прошлым и настоящим родного края была у каждого желающего. Праздник проходил весь день. Мы смогли отснять только первую часть мероприятия, но без внимания не осталась и вторая половина праздника. А потому микрофон я передаю своей коллеге Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Настроение вечернего парка было по-настоящему шумным и насыщенным. Если для поколения постарше была организована красивая классическая программа, то молодежь здесь нашла настоящий драйв. Фестиваль красок оказался популярным не только среди тинейджеров. Поддержать их пришли и активные взрослые. Фестиваль всегда проходит живо и интересно. Уйти оттуда чистым просто нереально. Получить свою порцию яркости можно было с любой стороны. Те, кто больше любит спокойный отдых, ожидали на праздничном концерте память сильнее времени. В мероприятии приняли участие ведущие хореографические и вокальные коллективы города. Атмосферности вечера придавал парк, который в свои тени укутал артистов и публику. Каждый из тех, кто принял участие в большом празднике, хотел высказать самые теплые слова родному городу. Это было от души, от сердца. Я бы хотела пожелать процветания, чтобы он оставался таким же, чтобы наш народ был таким же, оставался дружным и чтобы все у него было хорошо. Это такое невероятное событие, когда ты понимаешь, что этот город процветает, у него есть будущее, и мы есть это будущее. И когда ты понимаешь, что ты сейчас часть этого города, часть этого мероприятия, которое сейчас проходит, и ты испытываешь какую-то гордость за себя и за свой город. Вот мы пришли, вот тут люди, тут все, там праздник, радость, шарики, там все выступающие, костюмы, когда здорово. Вот, хотелось бы пожелать, естественно, процветания нашему городу, больше таких ярких праздников, больше сцен, больше артистов, светлого неба и все хорошо. Человек бережет себя и свою семью, это сейчас главное. Ведущей праздничного концерта стала известная певица, телеведущая, актриса-брюсчанка Александра Гайдук. Каждое ее появление на сцене родного города всегда знаково, а слова в адрес Бреста только теплые и искренние. Наверное, самое главное, вот сегодня, всем нам понять, что как бы ни было и где бы ни было хорошо, куда бы нас не заносила дорога, приключения, может быть, какие-то жизненные обстоятельства, нужно помнить, кто мы и откуда, нужно помнить свои корни, нужно любить свою родную отчизну и стараться сделать все именно здесь, у себя на родине. Потому что от каждого из нас зависит то, какое наше настоящее, каким будет наше будущее. Искренне люблю всех вас, поздравляю еще раз с Днем Освобождения. Будьте свободны, будьте независимы, будьте здоровы, будьте богаты и будьте по-настоящему счастливы. К добрым словам присоединяются Ирина Кузьмич, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малышонок, Эдуард Букунович и Дмитрий Лосарчук. Телекомпания Буктове.